По данным издания Зиарул Дегарде, глава службы по борьбе с отмыванием денег Василий Шарко имеет оклад в 20 тысяч леев. Его супруга, сотрудница юридического управления национальной компании медстрахования, получает оклад в 16 тысяч. Все же, когда супруги получали по 6 и 7 тысяч леев, соответственно, им удалось завершить строительство двух роскошных домов в Бубуич. Супруги Шарко также владеют автомобилем Toyota RAV4 и Hilux. Для Зиарул Дегарде сам Василий Шарко заявил, что один автомобиль принадлежит его свекру, а другой — его отцу. Говоря о роскошных домах, Шарко отметил, что один построили его родители, а второй помогли возвести родственники его супруги. Зарплата другого сотрудника НЦБК Штефана Тулбуре, главы службы внутренней безопасности, составляет более 20 тысяч леев. Его супруга, сотрудница госпредприятия «Регистру», ежемесячно получает 7 тысяч. Чиновникам принадлежат автомобили класса «Люкс», «Мерседес» и «Митсубиси». Также у супругов есть дом в Бубуичи и квартира в Кишиневе. Сотрудник НЦБК также заявил, что один автомобиль принадлежит свекру, а другой — супруге. Дом удалось построить на личное сбережение. Другой работник антикоррупции Марчелл Табарча, глава управления неподкупности, в прошлом году получала ежемесячный оклад в размере 26 тысяч леев. Семья Табарча владеет двумя автомобилями марки Kia Sportage и Audi Q7. Чиновник также отметил, что автомобили принадлежат не ему, один жене, а другой — его брату, который уже 10 лет живет в Италии. Роскошный дом удалось приобрести после продажи квартиры, а сбережения удалось накопить не без помощи родственников и родителей. Зиарул Дегарде также сообщал об имуществе главы управления человеческими ресурсами Тудора Габуры, а также о домах и автомобилях замглавы управления по борьбе с коррупцией Юрия Чорба Георги. О подробностях расследования читайте в Зиарул Дегарде.